У нас есть такая Ирина Владимировна Ревчон, которая нашла такую возможность познакомить библиотеку и такое заведение, как Детская Академия Искусств на Омолоне. Есть повод для общения, замечательный инструмент, на котором можно играть, можно использовать его в качестве солирующего инструмента, аккомпанирующего инструмента. Жалко, что тут дистанцевать нельзя. А так, в принципе, для музыкантов места хватит. Музыканты, народ скромный, непривередливый. Так что мы надеемся, что сегодняшний концерт пройдет, как всегда, блестяще. И надеемся на дальнейшее сотрудничество и дружбу между нашими заведениями. И что еще хочу сказать, поскольку у нас сегодня с вами первая встреча, хочу немножко представить наших детей. У нас необычное заведение учебное. У нас детки очень разносторонне развиваются. Поэтому некоторые детки играют сразу на двух инструментах, а некоторые еще и поют одни и те же. Поэтому вот это такая особенность нашего заведения и, в общем-то, предмет гордости наших руководителей, которые, в общем-то, придумали концепцию нашего заведения. В общем-то, это такая визитная карточка Детской Академии Искусств. Вот. Сегодняшний концерт тоже представит деток разных возрастов, от самых маленьких, ну, почти самых маленьких, до больших и даже до выпускников. Вот. Потому что у нас сегодня все, кто будет участвовать в концерте, все имеют какое-то отношение к этому учебному заведению. Вот. Студенты нынешние и выпускники. Выпускники, которые ныне работают у нас. У нас тоже такая замечательная есть традиция. Вот. Так что сегодня наши два замечательных концертмейстера, Маша и Валя, это наши выпускники, которые у нас теперь работают. Вот. Так что, вот, в общем-то, презентация такая полномасштабная должна сегодня от нас состояться. Открывает наш концерт самая младшая участница нашего сегодняшнего концерта, Даша Ковальская. Она нам исполнит пока что только на фортепиано, хотя она, в принципе, еще учится играть на плете и петь тоже когда-нибудь будет на концертах. И сегодня она нам сыграет на фортепиано два произведения. Вот тоже мы так немножко издалека начинаем. Старинных композиторов. Доминика Скарлатти, старинный итальянский композитор. Вот. Одно произведение Скарлатти. И произведение современного композитора, но про одно доисторическое животное, которое тоже ныне не существует. Про динозавра. Вот. Так что, пожалуйста, Даша Ковальская. Скарлатти Ария. Спасибо. 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 Спасибо.